Под контролем специалистов и общественников на улице Красных Коммунаров ведется ремонт проезжей части. Ее обновляют на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». После фрезерования в границах улиц Калинина и 22-го портсъезда подрядчик обнаружил ослабленные участки основания. Перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия необходимо произвести укрепление основания дороги. Будем устраивать три коробочки в общей площади 2000 квадратных метров. Будем устраивать на всю ширину проезжей части, но чтобы не ограничивать движение транспорта, мы делаем по половинкам. Подрядчик производит выемку непригодного старого грунта, избавляет участок от непригодной дорожной одежды, занимается разработкой и уплотнением основания. Технология послойная. Укладывается слой песка в 20 сантиметров, сверху два слоя щебня по 14 сантиметров каждый. Только после этого подрядчик приступит к укладке асфальтового покрытия. Обязательным условием выполнения работ на объектах в рамках нацпроекта является применение современных материалов и технологий. Данного года применяется специальный щебень, то есть это узкофракционный щебень, который лучше уплотняется и способен выдерживать более тяжелые нагрузки на основание дороги. После устройства песчаного и щебеночного основания выполняются ротные битумные эмульсии и выполняется уже устройство нижнего слоя покрытия из А32НН, это асфальтобетонная смесь, крупнозернистая, можно так сказать. И после уже выведения всех этих мероприятий уже укладывается верхний слой покрытия из ЩМА-16. По улице Красных Коммунаров ремонт дорожного полотна будет выполнен на площади 13,5 тысяч квадратных метров. Предусмотрели и работы на инженерных коммуникациях, 17 смотровых и дождеприемных колодцах. Завершить обновление объекта планируется до конца июня. Дорога была в очень ужасном состоянии, очень было много неровностей, уже ямы были. Жители приходили, жаловались, автолюбители жаловались, родители. У нас рядышком находится ЦСО, это центр развития образования дошкольного и школьного возраста. Поэтому необходимо было здесь на сегодняшний день сделать дорогу. На всех объектах ремонта следует принципу многоступенчатого контроля. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. В текущем дорожно-строительном сезоне в Самаре на средства нацпроекта отремонтируют 42 объекта. На 25 участках с задачами уже справились. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.